Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем квалификации на Чунцин Мейджор СНГ. Начинается СНГ и заканчивается СНГ одновременно. Начинается сегодняшний день, но заканчивается квалификация в целом. Ну и на этом канале вас ждет матч на выживание. Матч, в котором определится, кто пройдет дальше и будет биться за квоту, а кто покинет квалификацию. Да, как всегда, самый правильный матч. Здесь команды проигрывают и вылетают, соответственно, мы с ними прощаемся. Для настоящих мужчин матчи продолжаются на этом канале. А параллельно на первом канале идет матч для ребят с нервами послабее. Там никто не вылетает, но, тем не менее, там будет известен первый участник Мейджора СНГ. Да, это такая элитная, элита, скажем так, кто выйдет с первого места. При этом, конечно, самый главный матч будет в любом случае впереди. Это матч самый последний, это финал нижней сетки, где победитель этой пары будет играть с проигравшим в параллельном матче. Ну и СНГ. Чем мне нравится СНГ, так это тем, что здесь очень-очень интересные драфты у нас начались. Вот, например, Эмпайр обузит своего Магнуса, и вчера они вышли в плей-офф, обыграв команду Нави с Магнусом дважды. Магнус Магнусом, но про Фантомку забывать не следует, ведь Гамбит забирает вновь свою Фантом Ассасин. Это пятая игра на этой квалификации с Фантомкой у них, и пять побед может быть. Вот 4-0 идут. 4-0 идут с Фантомкой Гамбит. Сейчас есть шанс сделать пятую победу и оформить. И оформить мне латте. Спасибо, Форс. Да, проходил Никита, заходил Никита, заносил мне латте. Спасибо. Поэтому я так отвлекся. Слишком уж увлекся латте. А как, да. Как бы, хочешь на квалификациях поработать, люби латте поносить. Завтра я тоже принесу свою дань. Ну а пока у нас игра. Кстати, удивительный бан Арквардена. Видимо, что-то знают Гамбиты у нас. Хотя, в общем-то, Аркварден — это герой в нынешней мете всегда очень-очень-очень-очень спорный. И скорее не первофазовый, да? Не в первой фазе его обычно. Ну, вообще стоит отметить, что, конечно, Empire были вчера разорваны, команды Virtus.pro. Но здесь вообще Virtus.pro — это команда, которая пока идет обособленно. Конечно, неизвестно, как закончится параллельный матч. Но если Virtus.pro вынесут всех своих соперников, не проиграв ни одной карты, можно будет их, знаешь, как общий множитель вынести за скобки. Потому что с остальными командами у них здесь не будет ничего общего. И смотреть уже на Empire, на Gambit, смотреть на Na'Vi и на все остальные команды, которые здесь участвовали, именно с точки зрения оценки скилла этих коллективов. О, появляется Undying. Я лично очень люблю Undying против Magnus по причине того, что Tomba очень мешает играть Magnus в Dota 2. Как раз вчера мы видели, сколько, например, было времени у Magnus с Team Empire выжидать во время драки, находиться на виду, разводить противника, пока он не соберется вместе, пока он не станет в позицию какую-то удобную под RP. Здесь, когда стоит Undying, Tomba, такой возможности у него не будет. И более того, Undying заставляет все-таки противника брать героев, которые справляются с тамбой. Будь то PL, будь то гирокоптеры всевозможные, как вариант, да. Либо просто герои с хорошей скоростью атаки против Undying, они смотрятся выгодно. Но появляется Shadow Shaman пока что. Да, это вообще не против Undying героя, а скорее просто универсальный такой саппорт, ловец. Четвертый, я полагаю, позиции. Да, хотя может быть всякое. Тут могут быть у нас удивления. Ну, действительно, Undying приятный герой с этими своими зомби, с этими против Магнуса как на линии, так и по игре. И я думаю, что здесь, конечно, здесь ничего уже не сделать в этом плане, если Магнус особенно нацелился на тройку. Просто придется терпеть. Ведь, скажем так, зомби неприятен, но Магнусу достаточно одного игрового момента, чтобы всю вот эту вот неприятность аннулировать. Просто одно хорошее RP может изменить игру. Зомби — это не тот герой, который может, знаешь, там, одна хорошая тамба перевернула игру. Такое очень нередко мы слышим. Как правило, импакт от нее. Просто внимания они уделяют в тамбе. На самом деле тамба — это суперважный скилл и суперважная штука в драке, потому что мы часто внимания не обращаем, но она процентов, наверное, 70-80 драк выигрывает. Кстати, на Коалумпур Мейджоре можно пересмотреть серию матчей при участии андаинга. И основные игры вообще, ну, я говорю, проценты 80-80 были выиграны из-за того, что люди просто не думали об андаинге вовсе. И не били тамбу, не драфтили против него, а он выигрывал игру за игрой. Ну, а вот что против этого андаинга? То есть ты вот сказал про скоб... Ну, вот, в принципе, Лансер. Ну, этого героя я называл в числе тех, кто бьет тамбу быстро и бьет хорошо. Но тут есть нюанс. Фантомка у нас обычно собирает на нижней мете БФ. Ну, в принципе. В прошлом мете она иногда это любила делать. Ну, и вот с ПЛ-ом Фантомка чувствуется вроде неплохо. Плюс Дум. Дум, на самом деле, он тоже любит выключать этого ПЛ-а. Вообще, Дум серьезный герой. Очень интересный, да. Вот мы очень много об этом разговаривали, скажем так, в закулисье. Я уверен, что аналитики разговаривали об этом на стриме, что Дум сейчас с новым Девауром. Дикий персонаж, который может приходить на линию с огромным регеном, особенно если он найдет где-то сатира. Да, да, его не просто так ведь нерфили. Его же поднерфили в цепатче, срезали ему реген в два раза фактически. И все равно это не помогло. Да, на старте ему реген подрезали, к последним уровням уже оставили вроде как прежним. Но на деле этот герой суперсильный. Но нужно понимать, что Гамбит конкретно в этой игре больше как-то мета во драфтит. Сравнивая с Гамбит вчера, мы с Рустамом комментировали их матч против Пангольеров, было видно, что они как будто, знаешь, как будто они вне меты, как будто они совсем не так начинают драфты. Они открывались Бэйном, закрепляя это Сэнд Кингом. Враг в то время набирал сильных героев по типу Фантомки, как это делали Пангольеры. Не знаю. Мне кажется... Вообще, я так понимаю, жесткий разнос был, как и вот VP Empire, так и NoPanGalier разделали. Ну вот у NoPanGalier с Фантомкой 100% на ряд, как раз я говорил. Пятая победа могла быть у них, у Гамбит. Это... Этот герой тоже проскакивал. Я, правда, сейчас точный винрейт не назову, но быстренько попробую этот момент проверить. Мне интересно самому, сколько они там набили с этой Фантомочкой. Сегодня мы как раз сидели до старта этой игры, смотрели на мониторе все винрейты. Проскакивал и четыре победы Фантома Ассасин. VP интересный винрейт самый. Ну, VP понятно, там нечего и обсуждать. Да, там действительно их проще вынести за скобку. Elder Titan последний бан, Лина последний бан, и рассчитывает на то, что появится какая-то четверка у Гамбит, в то время как Империя должна забирать себе героя на центральную линию. Страдать, конечно, будет Магнус на сложность. С другой стороны, допустим, зомби сильный, но если зомби придет хороший помощник, точнее, Магнусу придет хороший помощник, ну, например, Шаман. То есть не вижу Лича как хорошего помощника на линии против Андаинга, а вот Шаман со своей супертычкой может. То Магнус с топориком, с импауэром пофармят. Ну и центральная линия. Как ни крути, ластпик будет у Гамбит в любом случае. И они могут также поставить кого угодно на центральную линию. Могут поставить туда даже Фантомку. А ты заметил, да, бан Титана последний? Да, да. То, что Рубик в Мид, скорее всего, по видам. То есть все-таки Афония, вот эта его сигнатурка, Мидовый Рубик будет, который уже, я не помню, мы на этих квалах видели, или это еще на квалах было где-то Мегафона? Мегафона или... Может Мегафона было, да. Лондруид все-таки берут. О, последний. Какой удачный, слушай, какой удачный выбор. Лондруид остался в драфте. Мне кажется, это упущение некое от Гамбит, что они проглядели это. Просто Фантомке, по большому счету, с Лондруидом комфортно играть, если так подумать. А Север Широу. Но это, опять же, доработает до поры до времени, и не Фантомка единой. Ну, вчера очень сильно играл Кодос. Вчера Кодос прям... Даже Марфа он не ставлял. Вообще, Пайр Хоу вчера смотрелись очень уверенно против Na'Vi непосредственно. Против Na'Vi. Они были хороши, да. Тимбер появляется. Тимбер достойный, достойный выбор здесь. Вот раньше мы бы сказали, что в таком пике у них не так много контроля, но у Лича появился контроль дополнительно теперь. Так что Тимберу может быть не всегда хорошо. Ну, то есть Рубик у нас пойдет не в мид. И получается Тимбер против Мишки. Мне кажется, для Мишки линия с Тимбером — это не самая опасная линия. Даже скажу по-другому. Ну, Тимбер для многих героев является кошмаром. Но для Медведя он таким героем не является. Медведь фармит с Умоном, фармит с Ренжи. Да, они будут себе стоять и фармить. Это будет чисто фармлиния. Один и второй будут фармить. То есть никто никого не напрягает. По идее, да. До шестого уровня так точно. Там никакого напряга со стороны Тимбера быть в принципе не может. А на пятом Лондроид. Ну, едва ли он сможет убить этого Тимбера. Да, даже за корешки. Да, если он наберет броню, то в принципе это не вариант. Наберет стаки. Ну, интересно, конечно, потенциально. Здесь есть Магнус, который может всегда изменить ход игры. С другой стороны есть Трубик, который может воровать ценные скиллы. И очень интересная обещает быть игра. Я даже не могу сказать, чей пик мне нравится больше. Здесь вот именно исполнение. Как с одной, так и с другой стороны. Безусловно, если игра зайдет в глубокий лейт, ну или даже просто в лейт, то, наверное, преимущество Фантомки над Лансером станет критическим. Ну, потому что просто ты Лансеру уничтожаешь все его иллюзии буквально за пару ударов. Даже без крита. А с критом ты уничтожаешь и самого Лансера. В то же время неплохой контроль есть у Империи, так что в целом Фантомка может не стать такой серьезной головной болью. Просто смотри, помимо Фантомки, никакого быстрого как такового урона у Гамбит нет. Фантомку вырубаешь и можно драки затягивать. А Тимбер не быстрый? Ну, у него не быстрый урон. Я бы не сказал, что он прям, знаешь, бах и срезан. Но это не Фантомка. Фантомка критонула пару раз, и герой мертвый. Тимбер так не умеет. Ну, даже не знаю. Здесь, наверное, зависит от артефактов. Все-таки... Не, ну если мы говорим о Тимбере с Аганимом потенциально, да, какие-то такие артефакты... Ну, смотри, смотри, пример. Тимбер с четвертым Верлендесом залетает в Магнуса и в четыре дерева. И что там остается от Магнуса? Да и от других героев. То есть здесь ситуационно Тимбер, в принципе, может. И самая главная проблема, что... Ну, вот если Тимбер... Ну, смотря о какой стадии игры мы говорим. Если мы с тобой обсуждаем лейтгейм, то я думаю, что это не страшно для Магнуса. Ну да, да. Да, и здесь действительно очень все ситуативно. Я как раз отвечал тебе на лейтгейм, когда ты завел тему по лейтгеймам. Я понял, да. Я понял. А так, конечно, ты прав. Тут на старте и в мидгейме Тимбер будет сумасшедший урон давать. У нас сегодня же была игра, где Тимбер был неубиваемый. Да, сегодня в Юго-Восточной Азии первая, по-моему, самая игра, где Тимбер вообще был бессмертный. Да, да, да. Даже если он не убивал никого за первый проказ, для него это не было проблемой, потому что он мог дать второй, третий, четвертый, пятый. Его все равно не пробивали. Тимбера просто пройти нельзя было. Такая живая стена была, которая двигалась постоянно и еще и шороху наводила. Но мы имеем по две румы для Империи и для Гамбит. Все без каких-либо передряг прошло серьезных. Погоняли немного Фантома, дали ему пару скиллов. Дважды Дикей был проброшен вонскором. Ну что, здесь трипл-линия или все-таки стянется вниз? Вообще может и не стянуться, потому что Тимбер — это герой, который может в соло стоять линию. Да, не видишь, как сделали. Они Фантомку отправили в центр, чтобы стояла с лондруидом. В принципе, Фантомке тоже комфортно с ним стоять. Ластитизина может нормально. Можно клепстат, пожалуйста? Конечно, естественно. Режиссора сейчас попрошу трансляцию, он включит. Заявка ваша принята. Так, ну что это значит? Это значит, что, может быть, Фантомке будет не так просто против лондруида, как мне кажется. Я думаю, что немножечко ей нужно уровней. Тот же Блюр, она спокойно будет фармить, она свое возьмет. Ника Бэйби есть такой игрок. Он доказал на Фантомке, что можно вообще с любым героем ей стоять благодаря клинку. Клингер погибает. Не недооценивайте, собственно, силу на старте. Лич очень силен на первом уровне именно за счет своего замедления. Он Фрост Шилд взял или что? Или Нову? Нову у него. Ну, то есть и Нову, и Фрост Шилд замедляют тебя. Сейчас он возьмет второй, он будет вешать на Лансера Фрост Шилд, потом давать Нову, и все. И Рубик уже никуда не уходит. Это очень неприятный персонаж. По поводу центральной линии мы поговорили, но здесь интереснее, что на нижней линии получается. То есть на нижней линии Магнус не только против зомби, но еще и против Тимбера. Ему очень тяжело. Это просто, ну, самое, вообще тяжело придумать вот даблу героев хуже для Магнуса. Но с другой стороны, у него хороший герой в поддержке. Много урона Шадушиман предлагает. В итоге они сбивают ванскора и неслабо так его пробивают. Благодаря этому Шадушиману, тем более он будет усилен еще и импавером, то есть почти сотка урона получается у Шадушимана на первом-то уровне. Он Андаенга пробивает. Тут вот только все на Союзе и держится на этой линии, потому что Майс Мун сам по себе очень тяжело ему. Но его задача, опять же, не доминировать на линии сверху, атака. Ну вот он пошел, этот Фрост Шилд, и вот, пожалуйста. Да, уже с двумя скиллами намного неприятнее. Это то, о чем мы говорили сегодня, что Лич, конечно, это ситуативный герой, но его плюсы в начале игры, когда можно вот так подцепить на определенных персонажах, или, например, против того же Воида, когда в хроносфере невозможно дамажить из-за того, что Фрост Шилд срезает 60% входящей физики. Да, он на линии, конечно, сильнейший сейчас. Один из таких самых, пожалуй, серьезных саппортов. Главное, чтобы была какая-то комба. То есть с определенными героями, типа дровки, он вообще не будет сочетаться. О-о-о, это сейчас очень опасно. Вообще, я думаю, он планировал идти умирать от вышки, вот мне так кажется. Но увидел Курьера и планирует теперь Курьера победить. Курьер, по-моему, тоже его заметил. Да, да, да. Ну, там был план изначально умереть от вышки, а Курьер это так уже по соседству пробегал. И, возможно, бы планы изменились. Ван Скорс забирает себе Аркейнру, ну, приятно, кстати, для Андаенга. Ну, тут просто вводят крипов. Магнус, ничего больше не требуется. Контролировать эту линию ему тяжело. Стоять против Тимбера тяжело, поэтому крипов отводим и стоим под башней без Тимбера. Ну, что сказать, верхняя линия явно за Эмпайр Хоуп. Ну, я думаю, это еще со временем мы проверим, потому что могут, я думаю, выровнять эту ситуацию. Акулач проседает. Во-первых, Думу нужен крип, а то он, бедняга, скушал крипа с линии, видимо. Во-вторых, нужны уровни. Я думаю, что они спокойно будут состязаться против Пуэлла и Лича. Ну, пока небольшое преимущество здесь. Да-да-да, на старте они вообще молодцы. То, что имперцы вот так жестко на старте стали давить, это они правильно делают. На нижней линии то же самое можно сказать про команду Гамбит. Здесь увесистое преимущество, но, с другой стороны, задача Магнуса здесь не задоминировать линию, а выйти в свои артефакты. И, ого, вот это Тимбер его спилил. Но параллельно есть фраг на верхней линии, забирают Рубика. Остается здесь Дрим. Дум пытается идти в размен. Хороший бодиблок от Лича был, но, кажется, это не поможет Лансеру. Или поможет. Фласочкой захиливается, Фласочку сбивает. Очень неприятно. Еще одна Фласочка. Да, Лича была еще одна. Такой перерасход, конечно, ресурсов получился, но умирать не хотелось. Ну и на центральной линии ситуация более-менее равная. То есть пока равная игра в целом, и все еще впереди. Ускорение. Ванскор контролит уже вторую активную руну. А что, почему все-таки не поймал? Считал, что не убьет, может. Но, наверное, бы он и не убил. Учитывая, что там еще Дикей пошел бы, Сол Рип. Не хотел ману тратить, видимо. Там просто стаки заканчиваются. Ну, зомби... Фраг дали Саюшу, да. Из-за того, что он сейчас продамажил зомби, в итоге фраг дали Саюшу, несмотря на то, что... Надо было подождать, наверное. Вообще-то обычно ждут, но ладно. Там очень непонятно это работает, потому что я видел один раз, как просто герой ушел, его никто не бил пару минут, а фраг все равно дали. Не знаю, это странно. Там какой-то таймер есть, честно говоря. Дрим, баунти руны. Честно, не помню, какой там показатель, но он не такой большой. Там что-то около 15 секунд где-то, что-то такое, наверное. Дрима цепляют. В итоге три баунти руны у нас забирают Эмпуайр, и только одна достается Гамбит. При этом на шрайне отхиливается Лансер, то есть то, что он там просел, это не так сильно повлияло. Ой, Магнусу как же больно, как же ему больно. Сверлинг Десса теряет огромное количество здоровья. Ванскор. Впитывает Ванскор. Пытаются пробить Лича, Инфернал Блэйд, хороший Дикей Лич, минус. Идут за Лансером, ну и Лансер уходит. Кстати, забавно, то есть вот Undying срезает силу, и получается, что, я только сейчас об этом почему-то подумал, хотя это естественно, что Тимберсо тоже срезает силу. Сколько же ХП у Магнуса остается после раскаста? Ну видели, как он убил его в последний раз? Казалось бы, по полоске, что ХП еще не мало. На деле там было совсем мало. Он срезал просто, когда вот здесь под тир-1 вышкой. То есть там, допустим, 500 ХП, он срезает, и там нужно снять там 300, а не 500, на самом деле, чтобы убить. А учитывая, что... Да, пул поменьше, очевидно. Не стал выходить, в общем, в центр Шадо Шамана. Ну, слушай, у Магнуса достаточно много крипов, при всем при этом. Он очень хорошо стоит вот такую линию. Да, он криповодит, и этого достаточно. Он все четко делает, он понимает, что стоять на линии против Тимбера не стоит. Там наверху драка очередная началась. Да, здесь Шаман поймал в сетку, Акулыча, Лансера поднимают. Проблема у Лича, Лич погибнет. Я вот одного не пойму до сих пор, думаю, без крипа. Может, он просто забывает нажать Девауэр? Может, не нашел никого. Не знаю, может, мы что-то не знаем. Ну, там такая фишка, что сейчас на Девауэр правой кнопкой мышки можно нажимать, и тогда ты не крадешь способность. В данном случае он, по-моему, не крадет. Я не помню, когда активировано. Дрим здесь пытается забрать Ван Скоро, Ван Скоро захиливается. Вот если забыть это сделать, то можно просто без дополнительных бонусов скрипа остаться. Вот тут сейчас вот крип есть, посмотрим, должен, по идее, подойти и скушать его. Ну, пока не торопится. Просто лишним это явно не будет. Ну, типа, да, станчик. Причем ты можешь сейчас кушать крипа, когда у тебя даже идет дебаф. Это не имеет значения. Я вот сыграл на Думе где-то 3-4 игры, очень такой приятный герой стал. В первой доте писала «Нельзя есть с полным ртом». Да-да-да. Лучше управлять им сейчас. Ну, надо нажимать просто Девауэр, потому что простаивает. Ждал, ждал, съел. Как-то странно, да, что-то тут Василий Шишкин мешкает. Но то, что он до сих пор без какого-либо дополнительного бонуса от крипа. То есть сейчас же как? Это очень выгодно. Ты можешь вообще любых крипов есть и не забирать с них, например, их обилку. То есть ты взял себе одну выгодную обилку, которая тебе сейчас нужна, и ешь любых крипов. Как знаешь, раньше ты не хотел вот такого, например, Урсу съесть. Да. Потому что он просто дал бы тебе эту обилку. Наконец-то Вальвы это пофиксили, и можно нормально теперь едать. Так, прыжок на Медведя. Медведь, Северч Рор. Неплохо, но отлично его скидывают вниз. Два суппорта, он убегает от них, хотя Медведь корнит. Корни. Да, очень вовремя. Ну и в итоге здесь Кодос выживет. Четыре Рейсбэнда. У нас кто дальше заходит, кто ближе. Кто-то четыре, кто-то три, кто-то пять вообще берет. Еще и Реген находит Кодос. Как приятно. Как приятно после такого ганга найти Реген. Ну, стандартный айтембилд здесь с этими Рейсбэндами. Вышка, кстати, рухнула внизу. Пока я вижу равную игру. Абсолютно равную игру. И никаких преимуществ. Ну, ждем 10. А, Денайбл. Денайбл. Вот, видишь, Денайбл от Магмуса. Это важно. Это важно. Кстати, это минус золото. Лансер находит Андаенга. Фростшилд. Ванскор приплыл. Да, Ванскор уже все потратил. Тамбу нельзя ставить. Потому что это фит будет лишний. Женой уровень, кстати. Ай, молодцы. Молодцы. Вот так поджидал хитрый Акулыч. Хитрый старый Акулыч. Хотел подловить на Дум. Так, до сих пор у него ничего нет, да? Что ж ты? Вот сейчас. Вот, 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 вот. Савушонка можно. Вот, видишь, он нажимает сейчас деваут. Включает, да. И кушает Савушонка. Вот. А если он будет выключен, он не получит бонус. Вот так вот это работает. Секреты Доты. Да, но надо поиграть хотя бы разочек, потому что, да, действительно, это необычно. Знаешь, я вот вчера зашел в Доту и очень удивился, потому что играл на тролле, и почему-то баши не работали. Не могу понять. Вот, не знаю, какая-то, наверное, у меня какой-то баг. У тебя аура невезения была. Невезение, да. Не работали баши на тролле. Конечно, убивать, но как только получил Дум ПЛ, уже план спасения получился. А ты заметь, вот вспомни вчерашние игры. У них Магнус постоянно это делает. То есть у них кэри встревают, а Магнус дает РП, чтобы спасти. И вчера, между прочим, это решило в одном из замесов исход драки. Даже нескольких, пожалуй. Баунти руны. Запрыгивает Лансер за Тамбой. Тамбу забирает, уже плюс. Нужно быть очень осторожным с Тамбой в этой игре. Все-таки такой подфид неприятный может быть. Приносит он постоянно сотку плюс золото. Только что 125 капнуло ПЛ. Просто ПЛ ничего делать для этого не нужно. Иллюзии убивают Тамбу моментально. Личу дали получить шестой уровень, видимо, на верхней линии. Заняты пока другими делами товарищи по команде. Восьмой уже Фантомка. Тоже 4 раз Бенда. Ничего необычного. Ну и будет брать, естественно, Баттлфьюри. Как раз мы упоминали, что против ПЛ это артефакт важный. С него играть на Фантомке будет тяжко. Можно, конечно, и без него поиграть. Кодус забирает вышку, но тут же его пытаются за это наказать. Приносит себе ПТ. Поднимают его в воздух. Очень прочный. Фантомка идет дальше. Ловит Хекс. Вот сейчас очень не хочется нападать. Ванскор погибает. Шадоу Шаман здесь вовремя оказался. И опять этот медведь. Смотри, как он сыграл. Он забрал вышку, после этого он спокойно отступает и еще и забирают героя, который переагрессировал. Я все сказал своим курсором мышки. А, я помню. Все, что я хотел сказать. Ты еще должен был этот показать. СВ-шурор какой-нибудь. Это... Ну, это было уже, да. Это было. Неинтересно, да. Он бы так не жил, понимаешь? Дефендер действительно очень сильная штука. Что тут сказать? Это какая-то просто... Если подумать, то это имба. Вообще-то как-то негуманно. Надо вызывать общество защиты животных. Так, подтяжка Акулыча, но он уходит. 1700, 1800 у Майсмуна. Даггер уже зреет. Он уже виднеется на горизонте. Ну вот хорошее РП будет здесь или нет? С одной стороны есть Дум, с другой стороны есть Зомби. Очень тяжело влететь. Позиционка... Да, вообще дело в том, что даже дашь-то хороший реверс полярити. Его обязательно нужно комбинировать именно с Личом. Тут нет такого быстрого урона, что от Лондруида пока нет. Отметим. Там скорее всего Лондруид, если будет хороший РП, Лондруид сможет продлить стан с помощью Рора, поэтому это будет очень жестко. Надо будет, главное, на Личе забросить ультимейт под хороший реверс полярити. Это важно. И Лансеру все-таки дать импауэр, чтобы он хоть что-то наносил. Понятно, что пока у него не так много урона. Давай, знаешь, как сделаем? Дать Лансеру импауэр, чтобы он в это время фармил где-то в другом месте. Чтобы он где-то фармил, чтобы потом, когда будет РП... Так, тут тем временем Афоник, кстати говоря, ловит чайник. Неплохо получилось, даже один прыжок это уже нормально. Savage Roar, ай-яй-яй, поздновато Savage Roar, но могут съесть Андайенга. Очень хорошо переключаются. И Тамбу, и Тамбу. Нормально, слушай. Вот Андайенга и Тамба это как два героя. Это как Тимбер, фактически. Или один Тимбер, да, хорошо. Такой жирненький. Ну, если бы чуть-чуть пораньше коды заюзал Savage Roar, то он бы еще и... Даггер на Магнусе. И здесь два героя в смоке, которых не видно. Вард стоит вот тут, вот дальше. Это не те герои, которые... Это какой-то, знаешь, фармящий ПЛ и его охранник на Лансере. Почему он сбивает? Да, кстати, уже третий раз у тебя сегодня. Я каждый раз смотрю, ты ставишь. Да потому что у меня на автоэкзеке стоит там курица. На F1. Курица. У всех на единичку, а у меня на F1. У меня на F3, по-моему. Подталкивает нижнюю линию Shadow Shaman. Есть варды, кстати, вот не мешало бы с теми вардами подпушить тир-2 внизу попробовать. Хотя бы подбить немного, не обязательно ломать его. Этот тавер. Медведь против Тимбера. Пошел Spirit Link. Тимбер прям за вышку. Ему норм. Прилетает Shadow Shaman. Есть Рык. Ой, какие хорошие корешки. Какие замечательные корешки. Doom в Shadow Shaman. Не самая лучшая цель. Бодиблок, бодиблок, посмотри. Не подпускает Дума мишкой. Так, ставится Томба. Shadow Shaman. Все еще под Doom. Динай, динай, динай. Ты тут слушай, он может быть еще и выживет. Нет, динай, хорош кодос. Да, там так много урона. Шамана своего срубил. РП. Отвозят Тимбера, и Тимбера забирают. Красота, молодцы, красавчики просто. Ну, знаешь, не знаю, меня имперцы, честно тебе скажу, меня они вдохновляют на этой квалификации. Вот матч против Na'Vi сейчас, ну, как-то приятно за ними наблюдать. При всем уважении к Гамбит и ко всем другим командам, Империя просто вот за ними приятно наблюдать. Это кайф. Ну, то есть, ВП я не беру в расчет. Само собой, ВП это команда другого уровня, определенно. За ВП не очень приятно, потому что там слишком все однокалиточно и интересно. Это уже понятно. Мы к ВП привыкли, они лидеры нашего региона, мы это знаем, мы уважаем, и просто это уже не так интересно. За ВП приятнее наблюдать на самом мажоре. Да, 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 совершенно верно. Когда они с кем-то из-за рубежа дерутся, вот там уже повеселее. А здесь, ну, просто имперцы. Это же ребята, которые вот вчера еще в пабликах катали просто все. Чемпионы KFC Battle. Вот именно. В общем, да, я соглашусь, есть что-то такое в Эпере. Кодос забирает баунтируну вот так вот из-под носа у соперника. Я думаю, даже знаешь, и молодых игроков такие команды вдохновляют, потому что вот она, командочка из пяти, по сути, неименитых исполнителей. Без какого-то явного, прирожденного лидера. То есть, мы привыкли вообще говорить, там, не хватает лидера команде. Там, где, например, даже Empire Face, не хватает лидера условно. Вот тебе команда пяти молодых ребят, которые рвутся к победе и ценят то, что имеют. Есть что-то такое. Я бы сказал, тащат на креативе и бешеным микро. Да, да. Это приятно смотрится. Майси, хотят снова убивать Тимбера, похоже. Да, три баунтируны забрали тем временем имперцы, и преимущество их увеличилось. Увидели дума. Да. Стан, подтяжка. Вот так вот. Маны нет. Убежать очень тяжело. Здесь Тимбер. Тимбер подходит, надо уходить, пожалуй, с вертушки влетает. Не дает заднюю, пэлд идет до конца, режет Акулыча. Они могут догнать его. Каков наглец. И отличная игра от Магнуса. Майсмун попадает, но что теперь дальше? Дальше ничего. Дальше просто в лесу против Тимбера это конечное. Тем не менее, забрали у нас лансера, но и зомби забрали. Ах, как же хотелось, что душевану Тварды поставит, но прилетает Фантомка, и его план она разрушила. Ну да, она только пофармит их, то есть под крипами тут нельзя. Очень близка, кстати, Фантомка к приобретению Боттл Фьюри. Да, все неплохо в этой игре развивается. А у Друиды МКБ уже. Да. Вот чем хорош Друид, то, что он реально может собрать супербыстрое МКБ. Раньше это как-то не работало почти не на одном герое, а из-за нынешней мете-рейсбендов ты быстро обрастаешь статами, и в принципе МКБ смотрится хорошо. Два героя, которые мне сейчас на ум приходят, это Лон Друид и Мирана. Все. Я других даже называть особо и не хочу. Мне тоже. Ну и отличный артефакт. Все теперь с Фантомки. Не будет такой ситуации, как у Нави вчера, когда там 8 ударов, 7 миссов. Заходит на Рубика. Возит под Хекс. Очень красивая комбинация. Майс Мун. А, и главное, простая в исполнении. Майс Мун на плюс морали. Почему? Потому что он отстоял такую линию, для него уже ничего страшнее этой линии в игре не будет. Ничего страшнее зомби-тимбер не будет на линии, и теперь он просто понимает, насколько он красавчик, он просто бегает, и у него все получается. Скажем так, любуется собой, своей игрой, а мы любуемся им. Выход на нижний Тир-2. Там параллельно какая-то полупогоня. Там просто бегает Фантомка, скрылась в блюре и убежала. Берется в Баттлфьюри, прилетает. Да, вот уже можно и с Пэлом драться посмелее чуть-чуть. Тир-2, вышка рухнула, поставили варды, не пожалел Саюших. Да и правильно. Первые варды. Идут дальше, но в центре тем временем вышку разрушает Гамбит. Не готовы дефить ее, поэтому не торопится имперция. Возможно, Мишкой попробует подденайть. Ну-ка, смотрим. Так. Ну, Афонин же на опыте передержал, знаешь, как... Ну, там медведя напугали, он вынужден был отступать. Он ударил, он ударил вышку перед этим. Да, попытался. Да, он ударил, они вдвоем стояли, и один на другой замахивался. В общем, нервы стальные оказались у Тимбера. Ну, еще бы, у стального Тимбера были не стальные нервы. Бладстоун. Уже видели сегодня. Такая... Ну, мы сегодня не видели, как это работает, потому что Тимбер все время был на фулл-хп, и когда он нажимал реген, ничего не происходило. То есть, он что был на фулл-хп, что не был, у него там съедалась часть маны. Ну, возможно, где-то это заряжает. Причем это так быстро происходит, что можно и не заметить, мне кажется. О, кстати говоря, посмотри на фантомку. Вот это очень интересно. Клифф берет. Ну да, в игре против ПЛ разумный выбор. Конечно, немного будет недоставать этой минус брони. Клифф плюс БФ. Клифф плюс Клифф, да. Жестко. Еще Магнуса не хватает, ей в пик, или может быть там Рубик сворует... Клифф как раз такается у нас добавлением, да? Не умножается, не теряется вот это вот. Аддитивно это называется? Аддитивно, как раз аддиктивно, это, по-моему, когда теряется, это как у Магреза. Нет, подожди, да, мультипликативно, вот так оно на английском звучит, по-моему. Если я не путаю эти показатели, то как раз аддиктивно, это когда, как у Магрезиста, что чем больше у тебя, чем меньше ты получаешь бонусов с каждого ресурса, а вот как раз мультипликативно, это как раз, по-моему, как стакается Крит. Не буду здесь ничего говорить, ну, короче говоря, просто сложением. Да, 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 простым сложением. То есть простым русским понятным языком, да, это именно так. Но на английском, по-моему, это звучит мультипликативно. Так, Гамбит, буду дефить, Лансер уходит, не очень удачно он уходит, его пилят пила. Аккулыча под контролем, Лиарпи, превосходно! Да, минус Акоч, и минус Тимбер, он не успевает ничего нажать, вот в момент Фантомка залетает, ее нужно как-то останавливать. Фантомка все еще на горке, он только сейчас слезает с этой горочки. Да, хак минус. Она не так опасна, да, она урон наносит, но сама при этом отваливается быстро. Ну что это? Должно быть минус 4 как минимум, возможно, даже минус 5, Рубик пытается уйти, нет, Рубик за счет скьюера ворованного убежал. Можно сфокусироваться на башнях, забрать башню, возможно, Рошана даже. 4 баунти руны, это драка под 20 минуту, вышка, минус 4 и 4 баунти руны, это очень много сейчас. Мир Смерти пока не так велик и пытаются играть осторожно. Ну смотри, какая логика. Получили очень много, но эти деньги нужно реализовать, то есть нужно преобразовать их в артефакт, хотя бы дойти до магазина, и тогда будет преимущество. А уже со следующим минусом можно вполне заходить на Рошана. Ну вообще преимущество просто огромное получили. Действительно, Фантомка не боец, отлично контролит думы, и даже несмотря на то, что Ланцер практически урон в драке не нанес, он сидел на горе, он запрыгнул на вот эту вот гору, где Вард, и сидел там всю драку. Ну надо Фантомке все-таки до БКБ дожить, с БКБ будет попроще драться. Видим, что она врывается, ей тяжело. Но уже тяжелее, вот уже как бы поджимает время, потому что БКБ не появится до следующего выхода Empire. Знаешь, можно чего попробовать, задуматься, думаю. Я не уверен, что это более правильный подход. На самом деле мне нравится даже вот эта обилка, Warstom, кентавровская. Но можно попробовать взять Purge обилку и Purge фростшилд, или Ча с целью. Ну, возможно. Да, это, кстати, против Фантомки заходит неплохо. Да. Дум задумался. Это я лишь предлагаю. Я просто не уверен, что это лучше, чем Warstom, потому что на деле ты делаешь даггер Warstom, это такое инициирование приятное. Так что... Может, и не стоит. Пока оставляет станчик. Я лишь прорабатываю варианты, что называется. Сбили вардик. Все контролят, все проверяют. Не, молодцы. Хорошо играют. Но я бы не списывал ни в коем случае, что Фантомку, это нельзя, это исключено. Фантомка выигрывает игры. Доказано, проверено. Временем. Слишком внезапные такие, как бы это говорится, геймченджерные пики. То есть любой герой может перевернуть игру. ДД, да. Мы его вчера уже видели. Но Фантомка не берет его. И берет его в итоге лансер. На лансере это не так страшно, но тоже страшно. То есть на ДД ты уже не полезешь. Ну, Троша, она бьет, например, с ДД комфортнее. И если начнется какая-то драка, он с удовольствием ее примет с дабл дамеджем. Несет побольше урона. Фантомка, конечно, с ДД просто бы разрывалась здесь. Если бы ей дали бить. Сколько у нее там? Да, 103. Нормально, нормально было бы, да. БКБ есть. Я был неправ. БКБ успела появиться к следующей драке. Но проблема в том, что Рошана забрали уже. Проблема. И драться за него не успевали. И тамбу сейчас заберут еще, которая на горке стоит. Нет, они просто миновали ее в смоках, идут дальше искать героев. Находят Рубика, между прочим. ДД еще работает. Как-то увесисто так пробил Рубика ПЛ. У него сильвер. Сильвер это сильно. Вот смотри, МКБ и Сильвер по Фантомке. Все замечательно. И по Тимберу можно. То есть, если МКБ имеется против Фантомки и ее так или иначе Друид может подконтрить, то вот против Тимбера как раз этот Сильвер. Да и вообще мы видим, на Суппорта набегаешь и Суппорт заканчивается. То есть, хороший артефакт. Да, с Тимбером там только проблема в том, чтобы давать удар до стака. Вот это важно. Да просто иллюзии очень быстро настакивают броню. И как раз Ваш вот залетел, дал удар. Тем временем заходит Империя уже на хайграунд, ставит Змейки. Змейки стоят, хорошо, пушится вышка. Защищаться трудно, нужно Тимберу чакрам бросать. Ой, Магнус. И по двоим, и везет команде, тут Дум прыгает и попадает Хек сразу же. Это жестко, это очень жестко. Минус 2 героя без байбэка, третий герой погибает. Фантомка 60 секунд без Фантомки. Это может быть даже минус игра, но и как минимум минус страна. ГГ. 24 минуты. Браво, браво. Нам только что выезжала табличка, что до сих пор играют Пангольеры и ВП, и там еще даже Пангольеры ведут по счету, но здесь Импайр уже закончили. Кто бы мог подумать? Я, знаешь, тебе скажу, как бы эта квалификация не закончилась, мои герои этой квалификации это имперцы. Я вообще не верил, если честно, не верил в этот состав. Я не верил в организацию Империя в последнее время, потому что не все у них получается, не все менеджерские решения мне импонируют, но конкретно за вот это решение уже огромный респект. По крайней мере, те эмоции, которые мне они подарили на квалификации, это что-то с чем-то. Это просто приятно. Я очень люблю Гамбит, я уважаю всех пацанов оттуда, все крутые ребята, но то, что сейчас делает этот молдняк, как они разваливают, это приятно. Да, очень много моментов, про которые хотелось бы в этой игре сказать, просто начиная с первой минуты, как отстоял Магнус, как ему было тяжело, он вынес свои артефакты. Вверху они сражались, они тоже стартовали, ведь очень тяжело. Вначале вроде вот они подгнобили, потом было тяжело, потому что Дум, но Дум тоже странно, как-то у него билка долго появлялась, надо посмотреть этот момент, где же он там, где же он там долго так возился, почему у него не было никакого скилла, вообще никакого. Вот они его убили вначале, Лича, не Лича, а этого Рубика убили, и обилка долго у него очень появлялась. Как-то слишком просто, что ли? В итоге у нас была только одна драка ключевая, это драка, когда вот Лансер запрыгнул на горку, ничего не сделал, но команда разобралась, Дум ничего не дал, его захексили, все-таки продержали, неплохой РП, и просто Магнус не стал тянуть, Магнус на уверенности, у него все получается, дал вот такой РП в двух героев, все, игра закончена. Да, может быть, вместо Дума все-таки не хватило какого-то героя такого посерьезнее инициатора, Дум, конечно, приятный парень, но вот ему сложно инициировать драки, как тот же Магнус запрыгнул, нажал РП, подвез, уже драка как бы готова. Герой по типу Сент Кинга, но он в Булбане, может быть, Кентавр, он, кстати, оставался в пуле в тот момент, можно было бы работать с ним поиграть. Опять какие-то вот проблемы с метой, все-таки, ну, вот на Лас Пик же Лон Друид ушел у нас? Да, да. Лон Друид, герой, который улетает в ферст баун, у него 4-0-10 по итогам, и он доставил очень много проблем. Он забирает вышку, на него идут гангать, он сэвэдж рор, дефендер работает, корни какие-то проходят, его забрать-то ни разу не смогли, хотя гангали там втроем, в четвером. По идее, чем дальше, чем ближе к Лейту, точнее, то Фантомка уже с ним справляется. Но тут же помимо Лон Друида еще и Магнус, естественно, контролит как раз Фантомку, и ПЛ, который мешает... В Фантомке 1-2, импакт. Да, плюс в Фантомке же приходилось в этой игре играть через БФ и без минус брони дополнительной. Смотри на урон от Империи. Он в два раза выше, чем урон команды Гамбит. Просто кто-то играл в доту, а кто-то месил крипов, как-то даже, не знаю. Ну, на мой взгляд, да, тут не успели выйти в свои артефакты, и все, игра закончилась слишком быстро. Ну, надо Гамбит делать выводы, надо давать бой. Они, безусловно, способны. Я уверен, что на этом так просто все не закончится. Конечно, конечно. Они все-таки у нас, команда, которая была на мейджоре от СНГ, хоть они там со второго места вышли, но хотят, безусловно, подтвердить свой статус стоп-2 СНГ, но пока все смотрится для них не очень хорошо. У них вообще был такой тяжелый период, тогда они выиграли квалификацию, много было там вопросов, много было интервью, подписание команды, да, Гамбитами. После этого куча турниров онлайн, они играли виплей, они играли в Старладдер, они играли в Мейнкаст Отом Броул, они все играли, везде устали, взяли себе паузу, возможно, еще немного в себя приходят, потому что тоже график такой плотный для ребят, которые привыкли, конечно, играть, но компетитив Дота и постоянно вместе это немного другое. Вот, поэтому... В общем, мы надеемся, что во второй игре будет хорошая борьба и Гамбит соберутся, но посмотрим, что будет. А пока перерыв. Йеп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова